Ребята, привет! С вами Наталья, школа графического дизайна и иллюстрации. Урок из вашего любимого плейлиста, который называется «Иллюстратор по суперкоротким урокам». Сегодня рисуем кубок победителя. Монтажная область создана, ее размеры 1000 на 1000 пикселей. И говорю в каждом уроке, скажу сейчас, и особенно это касается простых вещей, такие как иконки, что мы пытаемся увидеть в сложенных объектах простые. Поэтому мы пойдем от простого. Чаша кубка – это инструмент прямоугольник. Вот в этом наборе выбираем прямоугольник. Либо клавиша «М». Рисуем примерно вот такой по пропорциям. Инструментом белая стрелка. Шифтом возьмем два нижних кружочка и скруглим максимальные углы. Получили то, что хотели. Теперь обязательно меню «Просмотр». Привязку к пикселю отключите. А быстрые направляющие нужно включить. Вот быстрые направляющие. Что они нам позволят сделать? Вот я снова возьму инструмент прямоугольник. Либо клавиша «М». Вот видите, от центра, как раз умные направляющие включены, показывает, что мы привязались к центру, находимся на центре фигуры. С «Альтом» рисуем фигуру сразу, собственно, ровно расположенную, да, по центру расположенную. Ну, примерно вот так верхняя часть будет располагаться. Насколько выше-ниже я пока не знаю. Кстати говоря, у меня почему-то по умолчанию стала толщина откладываться вовнутрь. Поэтому возьму два объекта вместе. Палитра «Обводка». Если какой-то палитры нет, о которой будет идти речь, находится и меню «Окно». Вот здесь находим. И сделаем «Выровнять по центру». И толщину подберем немного больше. Вы подбираете толщину в зависимости от размера монтажной области. И лучше сделать скругленные концы, скругленные углы. Вот сейчас концы не заметны, но углы заметны. И можно с «Шифтом» вот так вот привязать, тоже умное направляющее нам подсказывает, низ верхнего квадрата к верху нижнего квадрата. Можно, в общем-то, сейчас взять инструмент «Белая стрелка» и сразу все углы скруглить, чтобы сделать такую мягкую вот эту верхнюю часть. Все это корректируется, так что, если пропорции какие-то другие будут изменяться, мы всегда это сможем сделать. Ручки. Возьмем «Эллипс», клавиша «Л», либо вот в этом наборе инструментов. Тоже рисуем от центра с «Альтом» и с «Шифтом». Ну, по размеру смотрите, насколько будет больше чаши кубка. И наша задача, давайте мы отменим у верхнего объекта белую заливку. Вот, отменить заливку. И наша задача срезать верхнюю часть. Возьмем инструмент «Прямоугольник». Вот так от центра, видите, привязались к центру и заложили часть, верхнюю часть круга. Инструментом «Черная стрелка» взяли вспомогательный прямоугольник. Шифтом «Круг» и палитра «Обработка контуров». Опять же, если ее нет, находится в меню «Окно». Нам нужно сделать минус верхний. Отсекли верхнюю часть. Шифтом, поскольку у нас это стоит все ровно, поднимаем выше, насколько это нужно. И нужно отправить вот этот объект, сейчас мы сделаем ему заливку временно, на дальний план. То есть ниже чаши, ниже вообще всего, пока три объекта у нас есть. Объект выбран. «Контрол-шифт» — левая квадратная скобка. Ну и, в общем-то, нам нужно сейчас либо сделать белую заливку, поскольку мы на белом фоне находимся, либо просто ее отменить. И я думаю, что можно немного повыше поднять вот эту часть. Все это будем корректировать, может быть, сделаем побольше когда-то. И я думаю, что надо сделать все контуры потолще, прям хорошо. И все-таки чуть-чуть шифтом пониже. Друзья мои, нарисуем ножку кубка. Возьмем инструмент прямоугольник, либо клавиша «М». И от умной направляющей, от края. То есть я попытаюсь сделать так, и лучше это делать, что находить какие-то закономерности. То есть у нас основание ножки будет равно ширине самой чаши. Вот этот объект, к примеру, пусть будет каким-то красным. И затянем его вот сюда, неважно докуда. Продублируем вспомогательный вот этот объект чаша-кобка с альтом. И вот так закроем вот в этой части красный объект. Пусть вот этот будет вспомогательный, например, синий. И вытянем сразу его на передний план. Ctrl-Shift, правая квадратная скобка. Шифтом с альтом продублируем. И смотрите, насколько вот эти вспомогательные объекты закрывают красный объект, чтобы получилась изящная вот в этой части ножка. Шифтом возьмем синие объекты. Ctrl-G их сгруппируем. Выбрана группа. Шифтом выбираем красный объект. И нам нужно, чтобы они стояли ровно по центру. То есть чтобы сместилась не красная фигурка, а именно группа из синих объектов. Поэтому красный объект должен быть ключевым. Не снимая выделение щелку второй раз по красному объекту, это ключевой объект. Палитра выравнивания. Выравняем по центру. И нужно сделать, как вы понимаете, это по аналогии с ручками у кубка, сделать задний и минус передний. Палитра обработка контуров, задний и минус передний. Ну и собственно нужно Ctrl-Shift, левая квадратная скобка, утянуть на дальний план. Теперь, друзья мои, в этой части, вот прям тоже от опорной точки, мы нарисуем вспомогательную вот такую вот фигуру, прямоугольник. Можно ее немного даже растянуть. С Shift и с Alt продублируем вниз. С Alt растянем. А можно, кстати говоря, не так. Можно вот эту с Shift и с Alt продублировать. Это будет подставочка. Только единственное, Ctrl-Shift, правая квадратная скобка. Давайте к общему знаменателю приведем по цвету обводки. Черная или любая другая. Хочу в этой части еще сделать. Ну что-то типа гравировки. Тоже от центра. Вот видите, от центра пересечения с Shift и с Alt. Либо ставим так, либо можно взять инструмент, белая стрелка. С Shift выбрать все углы. Вот видите, кружочки, которые скругляют, они выделены. Двойной щелчок. Вот углы. Их можно скруглять вот таким образом. Можно делать выемки, можно делать скосы. Нам нужны выемки. Обязательно подобрать, в зависимости от размера, радиус. Пока 20 поставлю. Нажимаю ОК. Видите, как много. Снова с Shift выбираем все углы. Вторая вкладка. Радиус, ну порядка, давайте проверим. 10 пикселей. Нажимаем ОК. Ну вот, думаю, хорошо. Инструмент отрезок. От центра с Shift и с Alt нарисуем строчку. Ну, либо две, либо одну. Тут уже смотрите сами. С Shift и с Alt я ее продублирую вниз. И нужно нам нарисовать еще звезду. Звезда находится в основных фигурах. Вот инструмент звезда. Тоже можно вот от центра. С Alt и с Shift нарисуем звездочку. Ну, и здесь я думаю, что так. Поставим ее по центру с Shift обязательно опускаем. И здесь можно скруглить углы. Взяли инструмент белой стрелки. Сразу все разом. Либо с Shift по отдельности. Внутреннее выбираете и внешнее. Вот, друзья мои, такой кубок у нас получился. Выбираем все вместе. Ctrl G. Друзья мои, вот этот объект сгруппирован. Если что-то в нем хочется поменять. Вот я сейчас смотрю на него. Мне хочется, например, ножку сделать покороче. Я захожу двойным щелчком в группу. Видите, мы находимся в группе. Выбираю вот эту нижнюю часть. И веду ее с Shift. Ну, чтобы ножка была немножко покороче. Мне кажется, так как-то лучше. Выходим из группы. Вот такой незамысловатый рисунок получился. Я постаралась показать интересные особенности работы в программе. Показала те возможности, которые помогают ускорить работу. Например, с Shift рисованием. Вот, центра, умные направляющие. Друзья мои, если урок был интересен, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие бы объекты, особенно простые объекты, вам хотелось бы порисовать. Обратите, пожалуйста, внимание, по первой ссылке в описании вы можете познакомиться с программой персонального курса обучения. Приходите, это очень интересный формат. Если останутся вопросы, пишите, конечно же, в личных сообщениях. Подписывайтесь на соцсети школы и канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые уроки. Спасибо за внимание. Увидимся. Всем пока.